В Барнауле гидравлические испытания не только выявили порывы на сетях, но и заодно стали причиной ремонта целой автомобильной парковки. Судя по видео, грязная вода начала бить ключом из-под земли возле припаркованного автомобиля. Из-за неожиданного фонтана начал проваливаться асфальт и в образовавшуюся яму в итоге упал джип Чироки. Доставать его пришлось спасателям. Пострадавших нет, ну кроме хозяина джипа, конечно же. Кто возместит владельцу ушедшего под землю авто ущерб, пока неизвестно. О других событиях прошедшей семидневки прямо сейчас вам расскажу я, Кристина Добровольская. Ну и неделька уже в эфире. Поехали! Дорогие документы, ужесточение наказания для безответственных к антитеррористическим требованиям и новые выплаты для улучшения жилищных условий многодетным родителям. Эти и другие изменения принес в жизнь россиян второй месяц лета. Подробнее расскажем в дайджесте. Многодетные семьи при Амуре смогут получить миллион рублей на погашение ипотеки. Такая помощь от государства рассчитана на те союзы, в которых с 1 января 2024 года родился третий или последующий ребенок. Среди условий оформления меры поддержки – проживание на территории Амурской области. Полученные средства можно направить на покупку квартиры в новостройке или вторичного жилья, частного дома, в том числе на строительство, земельного участка. Выплата предоставляется однократно и в отношении только одного действующего ипотечного кредита. В 2024 году на данную меру поддержки выделили больше 16 миллионов рублей. Некоторые россияне теперь могут оплачивать счета за ЖКХ без банковской комиссии. Нововведение коснется пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов, ветеранов боевых действий, родственников погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и других конфликтов. Также станет проще реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Вопрос коснется случаев, когда размер, рассчитанный на сумму накоплений пенсии, составляет 10% от прожиточного минимума пенсионера. Пошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации вырастет на 1 тысячу рублей. Таким образом, вместо 5 тысяч рублей за документ надо будет заплатить 6 тысяч рублей. Помимо этого, идентификатор личности нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется в 3 тысячи рублей вместо 2,5 тысяч рублей. Увеличат и размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. За нарушение антитеррористической защиты объектов теперь можно лишиться свободы на срок до 7 лет. Уголовная ответственность последует, если лицо 2 и больше раз в течение 180 дней привлекали к административной ответственности за указанные нарушения. В случае, если учерп от преступления оценивается на сумму больше 1 миллиона рублей или ЧП привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека, ответственное лицо ждет уголовный штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Также виновника могут наказать лишением свободы до 3 лет и запретить занимать определенные должности. В случае смерти одного человека срок составит до 5 лет. Если погибли несколько человек, то нарушителю грозит срок до 7 лет. Водоплавающие амурские волки поселятся в Магадане. Там помогут местным рыбакам-профессионалам в их промысле. Пока же растут на территории судостроительного городского предприятия «Благоверф», где специалисты прививают им основные качества для предстоящей работы – скорость, мощность, силу. В торжественной закладке килей нового морского транспорта поучаствовал заместитель мэра Благовещенск Александр Калашников. Подробности в сюжете. Судостроительная компания «Благоверф» вновь колдует над созданием морских волков. В этот раз взращивают особо крупные особи, которые поедут покорять Магадан. Для местных рыбаков профессионального уровня строят 30-метровый плакшоут и 19-метровый буксир к нему. Проект морского плакшоута уже, можно сказать, типовой, потому что по этому проекту мы строим второе судно. Головное судно вы наблюдали уже на воде. Буксир будет первый раз строиться. Проектную документацию и проект мы разрабатываем сами. Что первого судна, что второго. То есть это разработка нашей верфи. И проект мы сделали полностью под ключ. Главные отличительные черты такой породы, как плакшоут, сила и мощь. Так как ему предстоит перевозить грузы до 220 тонн в трюмах. Буксир же отвечает за скорость и мощность в 800 лошадиных сил. Его задача – окантовочные работы в акватории бухты, где он покажет все свои способности. Заводчики, в данном случае благовещенские судостроители, еще на стадии разработки проекта учитывают все нюансы. Чем рекомендуют себя перед заказчиками, как ответственный подрядчик, выполняющий все этапы качественно и в срок. Этим и наработали постоянных клиентов. Благоверфь зарекомендовала себя как надежный, стабильный партнер, обеспечивающий высокое качество судостроения. Это основное условие безопасности судоходства. Надеемся на дальнейшее благотворное сотрудничество. С 2015 года компания «Благоверфь» изготовила 68 судов. Из них 5 самоходных. В основном для рыболовецкой отрасли всего Дальнего Востока. Данные суда будут использоваться для морских целей. Заказчик администрации морского порта город Магадан. Два изделия являются не первыми, которые были выполнены на верфи «Благоверфь». Сегодня вы можете наблюдать уже готовые изделия, которые были выполнены в прошлом году. Данные изделия ожидают скорейшей приемки и транспортировки в Магадан для дальнейшей эксплуатации. По словам Александра Калашникова, важно развивать в Благовещенске такие предприятия. Они не только совершенствуют отрасль, используя современное оборудование, но и создают рабочие места. Также трудятся над развитием деловых межрегиональных отношений. Главная площадь Благовещенска в минувшие выходные сверкала разнообразием свыше тысячи ярких нарядов. Но слезы на глазах присутствующих наворачивались не из-за ослепительного блеска. Прощание с детством, которому большинство вчерашних школьников готовились еще с сентября прошлого года. Как прошел последний школьный праздник будущих студентов, И что виновникам торжества пожелали мэр Олег Имамеев и заместитель председателя Благовещенской гордумы Арсен Чехтисов, узнаете из сюжета. Беззаботно прыгать и веселиться на переменах в ожидании следующего звонка на урок эти горожане уже не смогут. Впереди серьезный этап жизни – поступление в ВУЗ. Еще один не слишком радостный повод – прощание со стенами родной школы, любимыми учителями, с которыми были неразлучны долгих 11 лет. Тем не менее, последний официальный день в качестве школьников подразумевает торжественность, а значит, основательную подготовку. Благовещенка Полина Рожанская свой образ создала в голове еще два месяца назад. Увидела себя в элегантном черном. В нем и появилась на главной площади областного центра. Просто я себя так чувствую, ощущаю. Мне нравится, как я выгляжу. Это мое внутреннее такое состояние. Прощание со школой. Возможно, в какой-то степени это и траур. Перчатки, но они подчеркивают женственность, по моему мнению. Мне это нравится. За шикарными платьями девушек и строгими костюмами юношей невозможно утаить их грусть от осознания уходящего детства. Выпускники 14-й школы Антонина Неверт и Иван Дадонов признаются – долгожданный день отнимет у них частичку себя. При этом тематическое торжество – давняя мечта, которую ребята представляли, будучи еще первоклассниками. Конечно, грустно. Мне за два года я уже ко всем привык, как к учителям, так и к ученикам. Больше всего грустно расставаться с одноклассниками. Я ждала выпускной с первого класса ради вот этих красивых платьев, причесок, макияжей. Яркие образы, шикарные прически и макияжи – не главное, чем могут похвастаться вчерашние школьники. За плечами трудоемкий учебный процесс, результаты которого выпускники показывали на едином госэкзамене. Имена лучших озвучили на главной площади Благовещенска. Всего это 8 городских стобальников, отличившихся в знании великого и могучего литературы, географии. Это очень важный момент для каждого из вас. Позади остались ваши чудесные школьные дни, о которых вы будете с трепетом в душе и очень долго помнить. А впереди вас ждет взрослая, самостоятельная жизнь. Я уверен, она будет полна радости, новых открытий и ярких впечатлений. Дорогие наши выпускники, я от всей души желаю, чтобы все ваши планы обязательно осуществились. Желаю вам смелости и оптимизма, верных и надежных друзей. Всегда помните и всегда знайте, что вы – наша гордость, что вы – достояние Благовещенское. И, конечно, уже отдельные слова от признательности, благодарности нашим дорогим родителям и учителям. В общегородской выпускной вечер с детством простились 1120 школьников. Из них больше 200 стали обладателями золотых и серебряных медалей. Большинство из участников торжества признались и сделали выбор в пользу амурских университетов. Повезет ли им поступить, покажут результаты приемной кампании, которая завершится 9 августа. Вовремя прийти на помощь нуждающемуся и постараться спасти ему жизнь. Горожане учились на ярмарке вакансии. Владение этими навыками – плюсик в резюме любому соискателю. Благовещенскому на базе Амурского кадрового центра предложили около 2500 вакансий от больше чем 130 организаций области и других регионов. Наша съемочная группа побывала на событии и выяснила у обеих сторон тонкости поиска работы мечты. Мы приподнимаем максимально высоко подбородок. Тем самым открываются у нас дыхательные пути. Дальше нужно наклониться щекой, поближе к носу пострадавшего вот таким образом. И ваши глаза должны смотреть на квадрат грудной клетки. Руку можно положить на живот и посчитать до 10, послушать, дышит или нет. Не позволить оборваться нити жизни. Алгоритму простых, но крайне важных действий, способных уберечь от гибели не одно бьющееся сердце, и горожан обучали на ярмарке и вакансии. Неудивительно, ведь независимо от места работы, ими должен обладать каждый. Благовещенка Мария Шабанова только закладывает фундамент будущей специальности. Девушка планирует работать на станции скорой помощи. Сейчас обучается на четвертом курсе медколледжа. Даже в период каникул не упускает случая отточить полезные навыки. Обучение первой медицинской помощи для меня это интересно, так как мы, конечно, это все проходим, но, допустим, с применением лекарственных средств или каких-то еще аппаратов. И это очень важно обучить, особенно своих близких, как действовать в какой-нибудь ситуации, когда под рукой ничего нет, чем помочь человеку, как действовать, потому что многие люди теряются в данной ситуации, так как, допустим, человек попал в аварию, это очень страшно, посмотрите на данные события. Поэтому очень важно самой знать это и обучить других, как действовать в данной ситуации, особенно очень близких людей. Те, кто находятся на перепути, смогли пройти экспресс-собеседование сразу на несколько вакансий. Одной из фирм, предлагающих быстрый опрос, стала крупная энергетическая компания, которая ищет сотрудников для разных производственных направлений, задействованных при обслуживании газопроводов. В их числе водители, механизаторы, экскаваторщики и другие. Помимо участия в ярмарке, представители этого предприятия также приходят в учебные заведения, где предлагают развивать новые сложные, но востребованные специальности, необходимые в их сфере деятельности. На сегодняшний день наша компания «Газпром Трансгаз Томск» эксплуатирует газопроводы от Кузбасса до Сахалина. В ближайшей перспективе развития Амурской области это строительство газопровода «Белогорск-Хабаровск», строительство новых управлений, новых компрессорных станций, увеличение мощностей в несколько раз, но и в будущем. Программа развития на сегодняшний день расписана уже до 34-го года, но есть перспективы уже продолжения этого развития, увеличения. Штат сотрудников компании в Амурской области должен увеличиться более чем в два раза. Всего на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства амурчанам предложили больше 2,5 тысяч вакансий от 130 организаций и предпринимателей области. Благовещенцы смогли пройти собеседование у представителей мелкого и среднего бизнеса, крупных промышленных и сельскохозяйственных холдингов, торговых сетей и других компаний. Вопросы кадрового голода очень стоят остро. Различные направления, различные сферы, где у нас есть потребность, в том числе в городе Благовещенске, мы с вами знаем, есть недостаток врачей, есть недостаток в каких-то там метах в образовательных учреждениях, но мне кажется, и вообще так и есть, недостаток все-таки рабочих профессий. То есть у нас благоустройство города Благовещенска, необходимы рабочие руки. В системе ЖКХ, то есть в системе управляющих компаний, это и слесарь, и сантехники, и такие, и другие. Комплексную помощь в сфере занятости оказали в том числе участникам СВО и их семьям, где они наряду с другими соискателями посетили тематические площадки и обучающие тренинги. У нас еще дополнительно работают, это свой бизнес, там, где наши партнеры расскажут о том, как организовать собственное дело, как зарегистрироваться, как зарегистрировать предприятие индивидуального предпринимательства, либо самозанятым, какую сферу деятельности выбрать, ну и поделятся также опытом. Также у нас работает площадка, там, где расскажут о финансовой грамотности гражданам, и площадка – это составление резюме. Также на базе кадрового центра работы России презентовали новый сайт «Амурская область. Безграничные возможности, разработанные Управлением занятости», где собрали все актуальные вакансии нашего региона. Минтруд страны организовал онлайн-связь с дистанционными площадками, где спикеры из восьми других регионов России рассказали об открывающихся возможностях развития промышленности и гибком рынке труда. Всего в Преамуре Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили больше 500 жителей области, из которых открытые отборы прошли около 300 человек. В Амурской столице стартовал прием заявок на участие в 10-м юбилейном международном фестивале «Детство на Амуре». На этот раз одаренные дети от 7 до 17 лет со всего Дальнего Востока, Амросиевского района ДНР и зарубежных стран смогут отразить в своем творчестве тему семейных ценностей, в том числе в двух новых номинациях – цирковом искусстве и игре на гитаре. В преддверии конкурса организаторы провели большую пресс-конференцию, где рассказали о новшествах события этого года. «Мои птенцы, нет повода для спора, и в горе, и в беде семья для всех опора». «От семьи тропинка к роду и народу» – слоган, ставший главным смысловым направлением 10-го юбилейного фестиваля «Детство на Амуре», где через творчество участники от 7 до 17 лет смогут передать зерно фамильных и культурных ценностей, уважение памяти к предкам и любви к родине. Учтут и темы работы о благовещенстве, дружбе и гостеприимстве. Конкурс пройдет в три этапа. «Первый этап всегда мы в дистанционном формате проводим. В нем принимают участие в составе жюри наши местные специалисты в сфере культуры и искусства, заслуженные деятели культуры региона. И затем уже лучшие 150 ребят будут отобраны для участия в интенсивной творческой смене на базе лагеря «Колосок». Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» – наш долгий и давний партнер. И в этом году с нами сотрудничают и также предоставляют такую возможность принять талантливых ребят на эту интенсивную смену. Кроме пяти традиционных номинаций – вокала, изобразительного искусства, декоративно-прикладного, киновидео и литературного творчества – в этом году копилка фестиваля пополнится двумя новыми категориями. Среди них – оригинальный жанр и гитарное мастерство. Первый предполагает цирковое и острадно-цирковое искусство в трех направлениях. «Соло» – здесь у нас будут участники во всех жанрах практически циркового искусства. Это жанрирование, акробатика, эквилибристика, партнерная гимнастика, клоунада, пантомима. Вторая номинация – это физкультурно-спортивное направление. Здесь, как Пантин Петровна уже сказала, мы приглашаем и команды черлигинга. Мы знаем, что и в области, и в городе есть такие команды у нас. И здесь же в этой номинации могут выступить гимнастки. Ну и третья номинация – это коллективы оригинального жанра. Гитарное искусство включит в себя два направления – классическое и эстрадное. Авторское в каждом – отдельные возрастные группы 12-14 лет и 15-17. Те, кто выйдут в финальный очный тур, у них будет возможность пообщаться с председателем жюри нашего гитарного направления. Это Дмитрий Четвергов, заслуженный артист Российской Федерации. Не так давно он получил, был удостоен этого звания. Это гитарист-виртуоз со всемирной известностью. Я думаю, что участникам, которые приедут на заочный этап, будет очень интересно получить от него мастер-классы, получить новые знания, пообщаться с живой легендой. Звание президента фестиваля традиционно займет заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков. Председателем жюри выступит заслуженный работник культуры России Елена Пинджаян. Сопредседателем жюри станет выпускница образцового хора «Детство» и обладательница гран-при фестиваля Елизавета Долженкова. С каждым годом проект все больше растет, увеличивается и финансирование, позволяющее расширять возможности международного конкурса. Грант, который выиграла общественная организация «Открытое сердце», номинально звучит 8 млн 588 тысяч рублей, имея 7 творческих направлений. В прошлом году было 4, ну, к примеру, в сравнении. Общая стоимость проекта с учетом наших спонсоров, организаторов и тех, кто принимает активное участие в проведении этого международного конкурса, 17 млн рублей. Также у конкурса есть поощрительный фонд. В этом году 2 млн 200 тысяч рублей. Победители получат 84 единовременные стипендии от 10 до 20 тысяч. 9 коллективных премий от 50 до 150 тысяч рублей. К участию в фестивале приглашаются одаренные дети от 7 до 17 лет с Дальнего Востока, Амбросевского района ДНР, зарубежных стран. Прием заявок продлится до 15 сентября. С положениями фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте и странице ВКонтакте. Пышный колорит традиций народов двух берегов реки Черного дракона захлестнул благовещенцев. Концентрированная его волна вышла из русла в честь открытия 14-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Старт масштабному событию дали на амфитеатре Набережная Амура, устроив праздничный концерт под открытым небом. Объединивший яркие выступления коллектива в столице Преамурия и провинции Хейлунзян. Специальными гостями торжества стали дуэт из Южно-Сахалинска и государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Давайте посмотрим, как это было. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Когда дело касается международных отношений, тут уже с одной стороны, казалось бы, немножко есть дух соревнования, а с другой стороны, мы друг друга показываем, насколько мы похожи, насколько нас одно и то же трогает, радует, огорчает, что и здесь, и там любят, здесь, и там гибнут люди по какой-то причине. И все это отражено в творчестве, в наших песнях, в песнях наших друзей. Поэтому, я думаю, язык искусственный для кого не секрет, почему он так, да? Он близок, он понятен, даже если ты не понимаешь, о чем языка, то сам язык музыки, мелодики, выразительных средств, он говорит сам за себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш великий Амур-батюшка протекает, разделяет буквально 800 метров Россию-матушку и друзей наших китайских. Конечно, не может не радовать дружбу с этим государством, ну и, конечно же, нельзя забывать нашу культуру, она просто шикарная, она с многовековыми традициями, эти вот, посмотрите, одни наряды чего знать, ну, какие красивые, какие, ну, просто яркие, с этими и золотыми украшениями, у нас их охлома, их жель, там, да, то есть это все настолько, это те бренды Руси, которые узнаваемы по всему миру, да? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы выступили с песней «Где ты?». Данная композиция написана нашим продюсером, нашим аранжировщиком и автором нашего проекта. Песня пропитана русским колоритом, русской душой. С нами также сегодня танцует театр танца «Диалог». Ну, в общем-то, это и есть наша сахалинская делегация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые я на концерте, который дает хор имени Пятницкого, я была поражена, сколько у них регалий, наград, потрясающее исполнение, и даже не только хор Пятницкого. Наши китайские товарищи выступали, наши местные коллективы, и тоже потрясающе. И не только ведь русские народные, и это и военные песни, и китайские народные, и, ну, музыка разная, жанры разные, и на любой возраст, и, может быть, из-за этого людей сегодня так много, они разного возраста, и каждый радуется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нас большое событие, церемония открытия Российско-Китайской ярмарки культуры и искусства. Это действительно большой народный праздник. Сегодня столько людей собралось здесь, на пятиатре. А подарить им искусство двух стран всегда приглашается коллектив из двух регионов, в которых граничат. Поэтому сегодня в концерте принимают участие солисты коллектива Амурской областной филармонии и наши друзья из провинции Халузян. Осним регионом является Сахалинская область, а потому мы здесь с вами могли увидеть коллективы Сахалинской областной филармонии, чему тоже несказанно рады. Ну и, конечно, самым главным, самым ярким флагманом сегодняшним церемонией является государственный академический народный русский народный хор имени Пятницкого. Вблизи мексиканского города Тула, да-да, это действительно в Мексике, появился разлом в земле длиной от трех до семи километров. Причиной считают сильные дожди, начавшиеся в конце июня. В результате природного явления несколько домов были разрушены, также повреждены автомагистрали. Интернет-пользователи, в свою очередь, считают, что это предвестник проблем для всего человечества. Однако предлагаю не утрировать и верить в лучшее. На этом, ну и неделька, точно все. Пока.